127 участников, более 250 зрителей собрал хип-хоп-фестиваль «Эхо улиц» в минувшие выходные. Организатором турнира выступила студия современного танца «Навигатор» при поддержке Пинского горисполкома. В нашем городе этот фестиваль проходит уже во второй раз, однако танцевальный марафон с таким широким размахом прошел впервые. Присутствовали на празднике уличного танца гости, именитые танцоры из Минска, Бибой Сокол и Дживарди. Они дали мастер-класс для участников фестиваля, а затем принялись смотреть, на что способны и сами ребята. В ходе этих соревнований были определены победители в различных возрастных категориях. Они же и будут в дальнейшем представлять наш город на танцевальных чемпионатах в Беларуси и за рубежом. Сегодня выступают дети от 5 до 18 лет в различных категориях, как начинающие танцоры, которые впервые сегодня на сцене, так и танцоры с различным опытом танцевания и профессионалы. Из сегодняшних танцоров, те, которые займут призовые места, примут участие в республиканских турнирах. То есть 13 и 14 мая в Минске пройдет чемпионат республики по современным танцам, где данные танцоры представят наш город на чемпионате республики. В фестивале Хаулиц поддержали многочисленные партнеры. Это мужская парикмахерская фирма. Прямо на праздники юные танцоры могли подправить свою прическу, юные танцовщицы сделать макияж от салона красоты «Марафет» и подкрепиться вкусными вафлями от пинского йо-кафе. Круто! Праздник еще крутой. И, конечно, было бы круто, если бы чаще такие были. Ну, очень весело. Все поддерживают друг друга как-то сплоченно, все относятся друг к другу. Команды сближаются, общаются. Очень приятно. Организаторы мероприятия поставили перед собой благородную задачу вывести танцевальную хип-хоп-культуру в Пинске на совершенно новый уровень. По словам руководителя студии «Танцы-навигатор» Игоря Прохоровича, в дальнейших планах сделать «Эхо улиц» чемпионатом республиканского значения. Пинск готов стать определенным городом, чтобы принимать подобного рода чемпионаты. Я считаю, что все возможности у вас в руках, все здесь для этого расположено, чтобы сделать суперфестиваль для детей по хип-хопу и брейк-дансу. Возможно, в скором будущем Пинск будет не только столицей Полесье, но и столицей хип-хопа. Продолжение следует...